Участники экспедиционного центра РГО-экспо установили новый мировой рекорд. Они совершили автопробег от Лиссабона до Магадана за 7 дней и 22 часа. На обратном пути путешественники вновь посетили Якутск, чтобы передать руководству республики фильм, снятый во время предыдущего путешествия. О содержании и целях этой экспедиции предыдущих в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Поехали! Раз, два, три! Тикси! Экспедиционный центр РГО-экспо – это прежде всего настоящая команда, состоящая из увлеченных путешественников. Они организуют сложные, масштабные и интересные экспедиции по всему миру. Начиналось все как обычно, с простой идеей, но в отличие от многих, наши герои смогли эту идею воплотить в жизнь. Сначала я планировал проехать на мотоцикле по Южной Америке по маршруту молодого Че Гевары, но позже принял решение проехать по России. Первую экспедицию, 59-я широта, организовали за два месяца. Она длилась более 40 дней, и за это время путешественники проделали путь от Санкт-Петербурга до Магадана. Целью своей экспедиции ребята поставили показать красоту России. Поделиться интересными эмоциями, которые мы переживаем с нашими друзьями, просто жителями России, и вдохновить кого-то на подобные путешествия. Провести практически полтора месяца в машине. Такое оказалось бы под силу только выносливым мужчинам. Но в этой экспедиции помимо Богдана участвовала и его жена Влада. Она стойко перенесла все тяготы автопутешествия. Перенесла хорошо, и удивилась, насколько быстро я адаптируюсь к различным условиям. Неважно, это пятизвездочная гостиница или палатка под многозвездным небом. Под снятым во время этой экспедиции материалом создали одноименный фильм. У него в том числе вошли кадры, снятые в Якутии. Были показаны комплекс Чучур-Муран, музей царства вечной мерзлоты, заповедник Ленские столбы, а также дороги и переправы Якутии. Презентация фильма состоялась на этой неделе в Якутской академии наук. Это такие молодые, отчаянные в определенном смысле люди, которые решили оставить повседневную свою жизнь, заботы и посвятить себя путешествию, открытию чего-то нового для себя. Большую поддержку в работе над материалом и в путешествии по нашей республике ребятам оказала администрация главы и правительство Якутии. Они говорят искренние слова о том, что когда здесь приезжают, есть дружки отношения человека, есть несомненно исключительная, удивительная природа северного края, Магадан, Якутия. Немаловажной частью подобных пробегов является транспорт. Естественно, что такие длительные и сложные переезды не могут быть проделаны на ненадежной машине. Это наша семейная машина. У этой машины есть имя. Зовут его Супер Бродяга, потому что он везде путешествует. Одной экспедиции дело, конечно же, не закончилось. Как только завершилось первое путешествие, ребята стали продумывать следующий маршрут. Выбрали Арктику и уже полюбившуюся путешественникам Якутию. Понимали, что мы поедем, но через пару месяцев после финиша она уже была полностью проработана, подготовлена. И мы ждали только время, когда будет самое благоприятное время для того, чтобы ехать по зимнику. Конец февраля, начало марта. К слову, с Якутией наших героев объединяет не только любовь к ее природе. Именно в нашем регионе путешественники решили стать семьей. Прямо на море Лаптевых, где-то посередине его, между Тикси и Хаиром, вот где-то в этом промежуке, ровно посередине моря Лаптевых я и сделал предложение своей жене, там, таблички с морем Лаптевым, которая оказалась там. И она сказала да. Не помню, что именно было сказано, что ты вроде, раз ты, раз мое сердце до сих пор остается горячим в самой холодной части страны, то, наверное, ты та единственная. У меня слезы из глаз даже не помню, он стоит на колено и не понимает, что происходит. Во время этой экспедиции было сделано множество фотографий. Выставка «Полюс холода», которая открылась в Национальном художественном музее в Якутске, состоит как раз из этих снимков. Представлены та Якутия, которую видим мы, люди из центральных районов России, каким мы видим Якутию. Потому что, как мы уже разговаривали с местными, у всех замылился глаз и все видят эту красоту каждый день, а для нас это что-то нереальное и необычное. Поэтому мы именно хотим напомнить местным жителям о том, в каком прекрасном регионе они живут. Сейчас путешественники уже проводят третью экспедицию. Новое масштабное путешествие «Евразийское кольцо», состоящее из трех этапов. Во время пробега установили скоростной рекорд. Путь от Лиссабона до Магадана проделали за 7 дней и 22 часа. В первый этап Москва-Лиссабон, второй этап Лиссабон-Магадан, скоростной заезд для книги рекордов Гиннесса, и третий этап Магадан-Москва через 6 стран, через Памирский тракт. Своим примером ребята показывают, что путешествовать на стандартных машинах очень легко. Главное иметь желание. Сейчас они возвращаются через Якутск обратно в Москву, таким образом замыкая Евразийское кольцо. Юрий Осипов, Карл Ларионов, Владимир Павлов, Евгений Лугинов, Якутия, день за днем.